МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотников, доброе утро, Верочка! Спасибо. Доброе утро. Спасибо огромное, что пришли к нам. Я пришел к вам с самым цветным настроением в виде цветной капусты. И хочу услышать от вас, что мы сегодня с вашей помощью будем готовить нашим телезрителям. Мы будем готовить суп, крем-суп из цветной капусты. Так. Мы будем готовить печень с виноградом, куриную. Печень с виноградом, куриную. А виноград обыкновенный? Нет, нет, вот без косточек. А, без косточек. Обязательно, да. Чудо. Так как праздники, будем готовить Пасху. Завтра Пасха, друзья. Ни для кого это не секрет. И мы будем, естественно, для завтрашнего пасхального вот такого стола готовить Пасху. По рецепту вирософии. Давайте начинать с чего? С супа, наверное, да? Да. Рассказывайте, что нам нужно для этого. Ну, картофель. Сколько нам нужно? Ну, давайте таких, вот таких пять. Все. Класс. Пасху почистит тот, кто, знаете, этому учился. Я даже не знаю, как отреагировать. Не надо никак реагировать. Просто не надо никак реагировать. Расскажите лучше мне, откуда рецепт такого супа, пюре взялся в вашей виртуальной поваренной книге. Виртуальной поваренной книге? Не, ну, я серьезно, я не заглядывала ни в какой сайт. Просто так получилось, что услышала и поняла, что это ужасно вкусно. Один раз попробовала и поняла. Самое главное, быстро. Ну, а вы из тех женщин, которые, понимаете, я просто... Нам сложно представить вас, как вы стоите и кашеварите. Вань, вот тут я вот, видите, да я вот и стою и не кашеварю. А вот вы чистите. Ну, картошка я вам не могу. Что мне это делать? Что вам делать? Ну, а что нужно делать дальше? Ну, пока мы можем чуть-чуть... Вань, вот я прошу вас наполовину разрезть. Наполовину? А вот не нужно ли убрать нам это? Ну, режьте так, а я разберусь. Так. Все, спасибо. Все, дальше все. Хорошо. А вот теперь давайте разговаривать, потому что тогда действительно получается, что я не кашеварю и ничего не делаю, лентяйка какая-то. Вы знаете, ну, просто на самом деле наша программа, она же не... Она же в основном... Она исключительно для того, чтобы то творчество, которым славятся наши гости, проецировалось еще и на блюда, которые наши гости готовят. Как часто вам удается в вашем плотном графике невероятно занятой, невероятно востребованной актрисы, творческого человека, находить время для того, чтобы приготовить что-то? Давайте, знаете, что сделаем? Поставим все-таки косметику какую-нибудь. Так, друзья. Я два литра воды налил. Этого хватит? Или это... Если будет много, сольем. На самом деле, когда мы загрузим это все, мы просто... И это достаточно. Если будет много, сольем. Так говорил мой педагог Андрей Тулубеев, когда набирал на курс 50 человек. Скользкая. Так. Ты еще как реагирует? Что, тихо, спокойно. Все, перчика. Это была пауза, да. Да, это была просто... А вообще, когда вы шутите, вы как бы... Это вообще, откуда у вас этот, Ваня, призма эта? Вы все время любую информацию сразу через какую-то призму как-то так переворачиваете. Идиотского юмора пропускаю. Да, я знаю. За мной водится такой верешок. На самом деле, вы добрый. Вы добрый клоун. Я добрый клоун. Да. Ну вот. Нет, просто... Знаете, хорошо, что не злой жонглер. Это всегда лучше, быть добрым клоуном, чем злым эквилибристом. Так. Крем в суп. Все. Нет, и на самом деле... Картофель у нас начинает... Вот теперь можно закрыть крышку, нет? Да, нет, нет, нет. А вот вообще правильно. А знаете почему? Ну, мне кажется, что картошка будет дольше вариться, чем капуста просто. Правильно. И поэтому картошка должна быть заложена первая. Я выдержал экзамен. Экзамен не выдержал. Вот все-таки, почему в воду не кипящую, а в холодную положили? Объясню. Да. Дело в том, что если мы положим в кипящую воду картофель... Садись в него, Ваня. Вера, ну вот первый человек, который мне задает такой вопрос. Просто, вы знаете, есть какие-то вещи, которые приходят тебе с молоком матери или с пивом отца. То есть, условно говоря, не подставляй руку под раскаленную струю лавы, например, или раскаленного свинца. Вот. Не стой на линии выстрела всегда. Не вари яйца больше трех минут. Да, или в микроволновке. Или в микроволновке, да. Вера, пожалуйста, почему в холодной воде сначала? Если вам нужен картофель, как блюдо, то нужно закладывать в кипящую воду. А если нам нужен супчик, то можно и в холодную. А так как это крем... Ну, это мы все знаем, Вера. Это то же самое с мясом. Если вам нужен бульон, кладите в холодную. Если вам нужно просто валеное мясо, кладите в кипятную. Это нормальный закон, просто элементарно. Да? Да. Это закон физики. Почти. Так. Так, давайте закрывать крышку. Значит, чтобы половина большого... Как это назвать? Кочина цветной капусты. Кочина цветной капусты мы порезали и будем отправлять вот так к пяти картофелинам порезанным, которые сейчас уже начинают вариться. И все пока, да? Ведем паспу, давайте. Давайте. Скажите, что, Вера, я вообще не наставил. Нет, подожди. Пойдите, скворечник сделаем. Все, что хотите, сделаем. Это в другой программе, ладно? Да. Есть такая фазенда. Значит... Нет, там скворечники... Да, там их только для людей делают. Фу-фу-фу. Значит, что, пока откладываем это, да? Да. Давайте, давайте, давайте. Ну и что, берем творог. Не вижу, вижу. Есть... Я вас... Ну что? Не вижу, вижу. Это все тяжело. Это же меня... Да. Ну что, давайте вот так сделаем. Вы половина творога... Половину. Половина творога. Вы знаете, что это, Верочка? Лопатка. Лопатка. Вот, это... Вот видите, и я вас поймал. Вы меня с водой, и я вас... Никакая-то не лопатка, Вера. Что это? Это силиконовый скребок. Вот в эту штучку, положи творог. Вот так, давайте. И вот сейчас... А теперь половина, да? Для чего мы это делаем, расскажите? Для того, чтобы смешать творог, и чтобы он, как бы, кислородом насытился. Задышал. Так, вот хватит столько? Подождите, сейчас... Половина. Половина. А вы это сделаете то, что я сказала. Так что мне... Как вы это делаете? Вот прям вот так, да? Вот так прямо как-то? Ну, да, да. Посмотрим. Вы это первый раз делаете? Я это, клянусь, делаю первый раз. Потому что... Смотрите, ребята, посмотрите, какая красота. Посмотрите так, да? А красиво действительно. Какой-то как коралл какой-то, да? Да. Закладываем. Закладываем. Да? Утек в одной, да, Вань? Ну ладно, хорошо. Да, я быстро так... Знаете, можно сразу всё, но потом эти ожоги. Слушайте, а мы угадали с вами с количеством воды. Просто... Ну, Верочка, вы гадали, а я знал. А вот, да, да, да. Я так... Молодец, наверное, вы чего знаете. Я очень... А вы знаете, как делает моя двоюродная сестра? Для того, чтобы это быстро закипело, при том варианте, когда закладываешь там новый какой-то продукт, нужно побольше сделать газ, только закипает раз, и сразу же поменьше. Быстрее получается. Может быть, это вы сестра? Да, надеюсь. Аня. Анечка, ну что сказать? Ну что сказать... Ой, стой, простите. Давайте, давайте. Давайте, знаете, пение пением, но у нас серьёзная публицистическая программа. Поехали, да. Поехали. Так, смотрите, что произошло у нас, друзья. Вот, смотрите. Ну, серьёзно красиво. Очень красиво, да. Обратно мы это всё туда вот, да? Да, да, да. Смотрите, видите, для чего нужен скребочек-то? Вот как всё, аккуратненько, вот туда ушло. Данька, он выистоит. Понимаете? Вот. Красиво. Вот, и оранжевый цвет. А сейчас что мы будем делать? О, Верочка, ответ на этот вопрос не только Чернышевский искал, но и мы-то с вами. Давайте решим. Значит, сюда мы добавляем масло, не добавляем, кладём масло, а добавляем сахар. Треть пачки масла, да? Всё, поехали. Слушайте, а вы знаете, я не права. Я сначала попробовала вот так. Ну, вот точно так. Я бы подождите, чтобы, не дай бог, Вера, раз, и теперь всё что угодно. Я просто не делаю так. Я дома всё по-другому. Мне просто кажется, что для такого количества масла очень большая миска. Не волнуйтесь, Вер. Открывайте мне, пожалуйста. А может, яйца туда ещё, да, будем добавлять, или что? Да, будем. Вот эту вот откройте, пожалуйста. Открываем. Спасибо вам. Делаем вот этот, весь сахар, ванилинчик, есть ли у нас? Ванилинчик, конечно. Так. Так. Верочка, давайте. Что, всё нормально у нас? Всё очень хорошо. Я просто... Всё хорошо, поаплодируйте вам, друзья. У нас всё хорошо. На кончике ножа, пожалуйста. На кончике ножа. Если больше, то будет очень горько. Хорошо. Понимаете, да? Хорошо, вас понимаю, как никто другой. Закипело у нас всё, я делаю, как Аня, что ваша дурная сестра, сделала нас поменьше огонёв. Да, молодец. Всё, вот ты помнишь, слушай, какой ты талантливый человек. Аня, у нас уже дворы. Так, сюда я должна взбивать яйца поочерёдно. Поочерёдно. Может быть, тогда... Вера, на секунду вас оставлю на нашу кухню. У нас короткая реклама, после которой мы вернёмся, и вы узнаете, какое блюдо приготовила героиня популярной детской песни, в конце которой звучат слова «Остались у бабушки рожки да ножки». Молодые люди, не желаете ли, так сказать, после фитнеса кислородный коктейль приобрести? Александр Виляев, продавец воздуха. Дорогие друзья, с вас на первом канале. У нас гостяк сегодня Вера Сотникова. Мы готовим три блюда, одно из которых суп-крем из картофеля, цветной капусты и прочего. Вот прямо вот всё. Сразу сюда яйца, да? А я буду попадать в эту дырочку? Может быть, перемешать это ещё всё-таки? Чуть-чуть с сахаром. Да, а вот, да, вот, а. Почему? Да. Надо, чтобы сахар весь, наверное, растворился, да? Вань, а сейчас закончишь? Нормально! Будем кричать? Всё хорошо, не будем. Всё равно не найдут. Значит так. Вот шум закончился, Вань, туда обязательно нужно взбить сметану, но только блендером. Вон он у вас справа лежит. Взбить блендером сметану. Пока мы шумим, тогда шумим, да? Всё. Половинка. Так. И вот это мы при помощи чего? Блендера. Ага, хорошо. Теперь мне, пожалуйста, яйца. Яйца? Сюда вот мне так, чтобы... Пожалуйста. Так. Мы продолжаем, друзья. И сейчас очень важный этап. Мы берём вещь, которая, казалось бы, не предназначена для того, чтобы что-то взбивать. Знаменитая гороха дробило. Легендарный инструмент на нашей кухне. Инструмент, при помощи которой озвучивался мультфильм «Тачки». И была написана песня «Вот новый поворот». Ещё зверей подкалываешь. Ну, получается? Ваня, я в унисон. Да. Вот, развиваются яйца туда. А на каком этапе мы будем соединять эти два? На последнем. Извините. Да? Всё. Я считаю, что я всё. Я всё. А как ты это решил? Я решил так. Как Людовик 14 решил. Я всё. Что у нас... Давай проверим, какая готовность капусты и картошки. Давай я попробую. Ещё одну шоколочку. Одну секундочку. Давай. Одну мерчку. Ну, что скажете? Окей, окей. Очень хорошо. Выключаем, что ли? Ну, вот сейчас на этом этапе можно посолить. Можно посолить. Да. Будешь сам делать? Нет, а то шветочка. Давайте-ка вы. А то знаем мы. Вот вам соль. Ну, я люблю так вот, знаете, рукой брать. Вот это я не понимаю. Вы любите рукой брать? Одну секунду. Чтобы вам удобнее было брать рукой. Смотрите. Извольте. Извольте. Соли не жалеем никогда на гостей. А соль, небось, морская? Конечно. Так, так, так. Я никогда не готовлю всё одновременно. Хотя вот моя сестра готовит одновременно, видишь. Но я не такой талантливый. Верочка, ну нам нужно готовить одновременно, потому что Пасха блинется. Да, да, да. Пусть начнется. Так, так. И всё-таки мы будем вот это заканчивать? Или вот здесь вот? Я думаю, что мы можем это сделать правильно. Можем сейчас спокойно заняться вот этим. Итак, друзья, сейчас наступает самый важный момент. То, чем занималась блистательная актриса Вера Сотникова в течение последних нескольких минут, должно объединиться с тем, что делаю я. Верочка, я не имел в виду весёлый карнавал. Я имел в виду... Хорошо, что я в фартуке. Конечно. Вот прямо сейчас вот так. То, что полученную смесь... Здесь мы смешиваем с полученной смесью, которая получилась у меня. Так, Вера. Так. А вот теперь... Давайте вот эту уберём страшную штуку. Эту страшную штуку мы не будем убирать, Вера, потому что именно этой страшной штукой... Ага, ну я думала, что вы будете это делать в блендере, он просто, как называется, длиннее. Вы здесь не захватите края. Вера, поверьте мне. Сейчас я захвачу всё. Мы захватим всё. Вот это можно убрать вот туда. Скажи, пожалуйста, когда мы где-то шумим, мы можем говорить? Нет. Нет. Вера, нет. Хорошо, тогда начнём говорить. А вот сейчас, друзья, я хочу показать вам то, что у нас получилось. Вот. Такая вот штука. И вот к неё мы должны что? Добавить изюм и цукатов немножко. Сколько изюма? Ну вот на ваше усмотрение. Я думаю, что прямо не жалей. Не надо, не жалей, а то будет один изюм. Стоп, хорош. И давайте вот так вот. Давайте цукатиков. Покраснее, чтобы было покрасивше. И ещё вот так, Вера. Вань, Вань, ну будет сладко лучше. Ну это хорошо, Верочка. Ну хорошо, чтобы было бы сладко. Давайте красненьких побольше. Давайте красненьких туда положим. Вот так. О, уже красиво. Ну, по-моему. Теперь всё вот это. Скрипком надо. Не вот этим, потому что у этого осталось немножко сахара, Даня. У нас ещё есть его младший брат, Игорь. Боже мой, какая прелесть. Так, всё, мы это убираем, правильно? Вот, друзья, вот, друзья, как это у нас всё получается. Мне кажется, всегда вкуснее, когда в Пасхе или в куличе много изюма. Я люблю. Вы не любите? Ой, я к сладкому отношусь так. Осторожно. Вы не сладкоежка, Вера? Очень, очень люблю сладкое. Вот. Но нельзя, Ваня. Не понимаю, Вера. Глядя на вас, я вообще не понимаю, что есть продукты, которые нельзя. Вань. Вот теперь что мы делаем? Да, значит, есть специальная такая форма. Так. Вот, смотрите, она сделана из... Ну вот она из... Да. Сделана. Видите? Да, коробочка, специальная коробочка. Не, вы видите? Да, внутри написано... Да, буковечки Христа. Х-В. Христос Христа. Значит, марлечку нужно предварительно смочить. Вот смотрите, предварительный. Все, я все понял. Да? Я все понял. Влага будет уходить туда. Да, да, да. А все, что останется, то останется. Так, ну... Держу, держу. Аккуратно. Вот. И чуть-чуть-чуть надо, чтобы было сверху, потому что когда он осядет... Плоско осядет. Ну. Не, ну вообще, что? По-моему, все... Более того, я бы хотел обратить ваше внимание, дорогие друзья, насколько точно, по количеству мы это все сделали. Посмотрите. Почему никто нам не хлопает? Я не понимаю. Это тишина какая там. Все. И вот теперь я хочу чуть-чуть сделать, так сказать, выровнять все это. Видите? Какой вы были красивый, наверное, в песочнице. В молодости? Нет, в песочнице. Вот это вот. Такой аккуратненький мальчик сидит. А почему был? Я и до сих пор иногда люблю прийти на стройку. Так, вот. Вот, посмотрите, какая красота. Ну, от меня здесь вам нужен пресс. Вот смотрите. У нас, знаете, что есть? В морозильной камере у нас есть такая штука. Там вода? Замерзшая вода такая. Не, она... Это как пресс. А. И мы вот сейчас возьмем это. А по размеру не подходит. Как это, Вера? А вот так, ну ладно. Вера. Ну вот теперь, друзья, 12 часов. Это не время, которое сейчас, сейчас раньше. Но вот это должно стоять 12 часов в холодильнике. Верочка, на секунду. Уважаемые друзья, сейчас я напоминаю всем вам. Это должно стояться 12 часов. Впервые в эфире Первого канала. 12-часовая рекламная пауза. Что-то на Рыжкинах давно не видно. Где это они? Как где? Третий день сидят дома, патиссоны консервируют. Исаак Бабель. Закат. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. Прошло 12 часов. Как полторы минуты пролетели. И вот, друзья, что мы с вами имеем. Имеем мы с вами пасху. Блюдо. А, друзья, за 12 часов многое изменилось. Исчез куда-то груз. Поменялся цвет ленточки. Итак, Осторожно. Вот, вот. Мы берем марлечку и начинаем медленно, медленно. Разворачиваем. Так. Натянули. Теперь наберем. Я же говорю, что ты в песочнице был просто самым лучшим. Вот смотрите. Если вот так мы посмотрим, старый пасечник называется. Петер. Персонаж Страшила из сказки Волшебника изумрудного города. Но нет. Но нет, друзья. Вот. Аккуратно, аккуратно, чуть-чуть. Вот так. Вот так. И разбираем. Стоп, 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 стоп. Так. Буквы есть? Есть. Буквы. На Пасхе. Так. Вот посмотрите, друзья. А теперь аккуратно освобождаем невесту. Подожди. Саша Пасхе. Вот, вот, вот. Все правильно, Верочка. Вот. И теперь, друзья, мы смотрим. Вот оно. Вот оно чудо. Теперь, Вера, секунду еще. Еще мы должны все сделать по технологии. Чтобы было красиво. Чтобы было красиво. вот. Ваня, потом, знаешь, для красоты, надо вот так. Чуть-чуть. Сверху? Не надо. Вот так. По краю, конечно. Как будто бы на лесной веселой полянке. На осенние листья такие, да? Вот так. Вот, ну как бы веселее. Вот. Ну что, друзья, я прошу вас поаплодировать. Всем видно. Пасха удалась. Готово. Это блюдо, которое вы завтра просто обязаны. Сделать, приготовить сегодня, а завтра этим блюдом угостить. Вера, я на самом деле поставлю ее в холодильник, просто чтобы она здесь не... Можно сказать только, как мы все это готовили. Полкило творога. Полкило творога. Творог нужно обязательно пропустить через сито и перемешать это со сметаной. 100 грамм сметаны. Творог должен быть воздушным. Со сметаной это все перемешали. В другой емкости вы берете одну треть пачки сливочного масла, добавляете туда сахару, грамм 200, наверное, да? Да, ваниль. Стакан сахара. Добавляйте чуть-чуть ванилина. Добавляйте туда, перемешивая это все, вводите туда, добавляйте три яйца, тщательным образом взбивайте и добавляйте первую массу. После чего все это перемешиваете. Ну а дальше, друзья, вы все видели, при помощи хитрости туда добавляйте изюм, добавляйте вообще все, что хотите, любые сухофрукты, с чем хотите пасху, тем у вас она и получится. После этого все это тщательно перемешивая, помещаете в специальный контейнер и самое главное, не менее 12 часов это должно стоять в холодильнике, после чего вы это все переворачиваете, марлю разворачиваете, раскрываете, и вашим глазам предстает то, благодаря чему завтра мы друг друга будем поздравлять с Пасхой. А не пора ли нам слить овощи вот здесь отсюда, да? Да, слить овощи, а слить воду. Варь, мы посолили? Посолили. Ну все сделали, Вера. Все нормально, Верочка. Я думаю, что вот этого количества бульона нам в любом случае хватит. Хватит? Или еще? Нет, вообще весь оттуда, весь выливать. Да нет, я понимаю, для супа, чтобы он не был густым. Хватит этого, Вера? Ну давай еще, на всякий случай. Вера. А знаешь почему? Нет, это не на всякий случай, просто, когда не сидишь на диете, то можно только со сливками, а когда, то лучше разбавить больше бульона, добавить, понимаешь, да? А вот сейчас, дорогая милая Вера, я это и хотела тебе предложить. Вот и все. Так, дальше, давайте делаем быстрее, потому что на самом деле у нас какой-то длительный процесс получился. Где блендер? Блендер где-где? На своей кухне я не могу готовить. Вера, ну мы, если честно, мы же звонили и просили прийти к вам. Да. Все, все 40 человек. Вы сказали нет? Нет, я никогда бы так не сказала, я всегда рада гостям. Верочка, у нас есть, смотрите, все, вот то, что нам нужно. И что, нам нужно измельчить теперь все, что находится у нас в этой кастрюле, да? Да, и заодно уже давай поставим сливки, чтобы кипятились. Я поскажу, сколько добавляешь сюда. Вообще вот это все? Не, да. Вот это все взбиваем, кипятим, а потом сюда только не все сразу наливай, ладно? Будем по консистенции. Да, будем плавно, более того. Вот, иначе я тебе дала задание, давай я буду делать что-то другое. Салат, Вер. Да, салат. Салат, печень. Что вы сделали? Значит так, я для того, чтобы печень была суха, ее нужно обязательно промокнуть вот в такой вот... Промокнуть в такой вот штучке, да? Да, да, да. Промокать. Но это вообще-то многовато будет. Многовато печени? Не бывает, да? Ну, знаете, конечно, хорошо, когда печени немного, но пожилые актеры говорят, что чем больше печень, тем дольше жизнь творческая. Здоровая печенька. Здоровая печенька. Мы говорим только о здоровой печени. Так, Вань, да, вы следите, чтобы у нас там не убежало. А для того, чтобы не убежало молоко, нужно что сделать? Нужно следить, первое. Первое. А второе туда положить какой-нибудь металлический предмет. Металлический предмет? Да. С удовольствием. Ах, струны обычном акварио. Девочка, а это мы уже будем прямо вместе со сливочками, да, вот все вот это перемалывать? Да, 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 только очень осторожно сливки, в смысле лучше меньше, потом добавим. Следим. Чтобы не было жидко. Следим, Вера, все готово. Так, мне нужна сковородка. Сковородка готова, Вера. С оливковым маслом или из... Подождите, масло из виноградных косточек. Вот оно. Видите? Масло из виноградной косточки. Сейчас сковородку чуть-чуть, так сказать, чуть-чуть сковородочка. И, собственно, масло. Ну, не так много, да, наверное? Ну, немного, да. Вера, ну, так. На самом деле, когда готовлю вот это блюдо, я вообще-то в муке обваливаю. Но, чтобы это было покрасивее, можно без муки, потому что она как бы тогда золотистая. Ну, давайте я буду тогда то блюдо делать, а... Давайте, Вера, я просто здесь стою, как бы, и я все тут слежу. Готов сразу, моментально. Давайте перекладываем печень. Нет, она еще не шипит. Она не будет шипеть, Вера. Сковородка должна шипеть. Масло должно шипеть. Вера, это теща должна шипеть. А сковородка... Ну, ладно, поставь. На этих ничего не шипит. На этих временах. Поверьте мне, сейчас может так брызнуть. У нас же оператора вот однажды. Вы знаете, печень в глаз. Это страшно. Так, ну, что это такое? А ну-ка, уберите мне волосы изо рта. Прошу вас. Спасибо. Прошу вас. Часто вы в ресторанах слышите такую фразу. Официант, уберите мне волосы. Такое бывает, я, к сожалению. Не надо, не надо. Ну, это старое совество. Так, все, осторожно, отойди, пожалуйста. Ну... Хорошо, только это как раз делать нужно. Очень быстро переворачивать. Приготовь мне, пожалуйста, свой любимый скребок или лопатку. А можно, смотрите, чем? Так, 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 а потише огонь. Сделал. Сделал. Ну, как бы можно и так, но я хочу пооделиться. Я думаю, что все, Вера. Все, Вера. Сливки кипят. Да, ой, что? Снимаем. Вот так вот. Соль, 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 потом будет поздно. Ой, какая соль. А другая есть. Вот это вот сейчас слишком много. Поменьше, поменьше. Вот, поменьше. Ваня, надо переворачивать. Уже? Осторожненько. Она должна буквально... Если мы ее переготовим, она будет жесткая. Это она, конечно, не... Тихо, тихо, тихо. Еще чуть-чуть, я бы... Да, 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 да. Я бы все-таки... Хорош, пожалуйста. Хорош, это вы про меня сказали или про печень, Вера? Ну, ты всегда хорош, Ваня. Это очень важная вещь. Так. Я напоминаю, мы жарим печень куриную на масле из виноградной косточки, друзья. Мы можем делать то, что мы хотели. Да, давай, блендером заливаем сливками. Да. Чуть-чуть, да? Давай начнем так. И знаешь, главное, не вытаскивай его, а там как бы в одно... Не волнуйтесь, все нормально, Верочка. Есть живое. Верочка, следите за печенью. Следите за печенью, посмотрите, как там она. Знаете, сдается мне, Вера, что наш с вами крем-суп. Надо сейчас добавлять, будет бульончиком. Будем добавлять сейчас бульон. Так. Ну, а что? Можно не добавлять. Прямо вот так? Ну, чуть-чуть, нет? Чуть, давай. Чуть, прям вот каплю. Вот прям вот каплю. Я бы вот так. Вот так. О! О! Где мы будем... Емкость для салата. Давай тарелку большую только. Вот большую тарелку. Большую тарелку. Ну, вот такую, Вер. Да, давай. Это мы будем выкладывать печенью. Мы будем сначала выкладывать листья. А-а-а, все, я понял, Вера, понял я. Делаем это как бы вот так. Ваня, прям считаем до 10, а? Считаем до 10. Вот она. Печеночка-то, вот она. Тогда мы делаем последнее движение. Сейчас, чтобы это... Оп. Вот так. Ваня, ну самое интересное, что такое, сейчас нужно добавить туда виноград. Прямо туда? Да. Я зря выключил... Зря, потому что здесь должен еще быть натуральный виноград. Прямо вот в этом соку должен немножечко виноград. Да-да-да, чуть-чуть, но только чтобы он не сожарился и не сварился виноград. Сколько нужно? Уже, можем. И вот так вот прямо, да? Ну да, молодец, как-то хорошо получается. Ничего себе. Ничего себе. Так, клади, 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 клади. Надо чуть-чуть, на мелком-мелком огне. На мелком-мелком огне накрываем крышечкой. Да-да-да. Потому что у нас все очень быстро подготовилось, и мы не тратили на это эфирное время, мы делаем вот так. Раз, два, Вера. Три, пожалуйста. Вот, пожалуйста, дорогая Вера, суп. Вот, пожалуйста, дорогая Вера, салат. Так, ну мы делаем, да, последний штрих? Да, последний штрих, пожалуйста. Вот, теперь что касается крем-суп от Веры Сотниковой. Крем-суп готовится таким образом. Картофель отваривается, добавляется к нему цветная капуста. Все это хорошенечко проваривается, потом добавляется туда, сливается вода, оставляется немножко воды, добавляются туда сливки, которые предварительно закипели. Все это измельчается, и благодаря этому бульону вы, собственно, делаете суп такой консистенции, которая вам нужна. После чего вы это все украшаете петрушечкой, и, например, то, что сделаю я, не знаю, Вера, как вы, а я вот это сделаю, и добавляем немножечко. Вот так вот, прям сверху, вот так вот, вот таких вот пряностей. Ну что, давайте пробовать? Давайте. Давайте попробуем, так скажем, что это у нас получилось такое. Ну, воздушно, Вера. Аплодисменты, друзья. И последний салат, теплый салат с виноградом из куриной печени. Все просто, вы берете куриную печень, тщательно ее разбираете, полотенцем лишнюю влагу убираете, и масло, разогретое на сковородке, масло, полученное из выжимки виноградной косточки. И куриная печень там обжаривается очень быстро, чтобы она не стала сухой. И потом вы к ней в самом конце добавляете виноград. И этот виноград тоже все перемешивается, он нагревается, и теплым вы это все выкладываете на листы салата, и сверху посыпаете кедром и орехами, и приглашаете Веру Сотникову. И, кажется, праздник. Ну что, давайте пробовать. Пробуем здесь. Вы знаете, я бы прямо отсюда попробовал, это мы сделали осторожно, куриную печеночку, виноградик, и я бы даже... Потому что это нужно так, чтобы на язык попала печенка, кедровый орех и виноград. Сейчас я попробую сделать, извернулся так. Если это, да, если во рту будет этот вкус, вот это должно быть... Печенка, кедровый орех, виноград. Я другой человек, друзья, аплодисменты. Вера, нам очень повезло, что вы сегодня к нам пришли. Нам очень повезло, что мы вместе с вами готовим те блюда, которые мы завтра будем на праздничество выставлять. Нам очень повезло, что и нам есть, что подарить вам. Всемирно известный производитель посуды Таповер дарит инновационные изделия. Чаши и кувшин из коллекции Аллегро. И кастрюлю от шефа из нового каталога. Готовить с Таповера у Вера, это просто увлекательно. И выгодно. Спасибо большое. Дорогие друзья, я поздравляю вас с наступающей Пасхой. Убежден, что завтра за праздничным столом вы обязательно вспомните нашу веселую программу. Красоту, талант и обаяние Веры Сотниковой, которая сегодня у нас в гостях. Аплодисменты. И ее верного помощника. Верочка, на секунду я вас покину. Друзья, смотрите нас ровно через неделю, и вы узнаете, что печень в переводе с чешского означает духовой шкаф советского производства. Спасибо. 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 Продолжение следует...